Коллеги, будем пунктуальны, 13 часов ровно. Начинаем. Я хочу в первую очередь сказать огромное спасибо всем, кто сегодня пришел на вебинар. Несмотря на то, что на улице отличнейшая погода, великолепная, просто хочется гулять целый день. Коллеги, кандидаты, новички, всем здравствуйте, всем отличного настроения, всем чудесного дня. Ребят, постараюсь не задерживать вас надолго. Очень давно уже хотела с вами поделиться своей историей. Возможно, кого-то она вдохновит на будущие подвиги и свершения. Возможно, кому-то откроет глаза. Возможно, кому-то поможет действительно изменить свою жизнь, как она изменила мою. О чем я хочу рассказать сегодня вам? Я хочу поделиться, во-первых, своей историей успеха. Кто я, что я, чего добилась здесь, как пришла, почему пришла именно в Арифлейн, почему пришла именно в интернет-проект, именно в Экспресс-карьеру. Чего добилась за то время, что я здесь нахожусь и как именно я это сделала. Я очень хочу, чтобы многие повторили то же самое. Итак, коротко о себе в первую очередь я расскажу. И в первую очередь хотела бы рассказать самое важное, пожалуй, что должен знать каждый консультант компании Арифлейн. Компания Арифлейн, как абсолютно любая организация, имеет свой этический кодекс, свой устав. Это вполне нормально, это отлично, потому что каждый участник, каждый партнер точно знает, какие условия он должен выполнять. Компания Арифлейн не исключение, и в уставе компании Арифлейн четко прописано. Если вы уже являетесь действующим консультантом Арифлейн, либо ваши близкие родственники являются действующими консультантами, вы можете регистрироваться в структуру только к вашим родственникам. Соответственно, в нашу команду вы уже не попадете. Поэтому, если сейчас на вебинаре у нас присутствуют люди из других проектов, уже действующие консультанты, но не из экспресс-карьеры, вы, конечно же, можете послушать меня. Я с удовольствием и с вами поделюсь той информацией, которую в воде. Но зарегистрировать вас в нашу команду, в наши партнеры, увы, не смогут. Имейте это в виду, в работе, пожалуйста. Ну и коротенько о себе, что я себе представляю. Меня зовут Мария Викторова, мне 39 лет, 25 мая буквально будет уже. Или еще? Еще 40. У тебя жизнь впереди, и она действительно только начинается. Я работаю уже давно на разных работах. Начинала с 13 лет, кто слышал мою историю, знает об этом. В 13 лет я начала трудовую деятельность. Начинала ее со смущной должности уборщицы в рабочей столовой. Я мыла пол. Девочки, если виснет, отключите видео, пожалуйста, видеопоток, ничего виснет не будет. Я мыла пол, мыла посуду, обслуживала клиентов в столовой, соответственно. Считала денежки на кассе, готовила кушать. Вот с этого начиналась моя такая деятельность, чему и сейчас бесконечно благодарна. Потому что рано начав работать, каждый человек, во-первых, начинает ценить деньги, во-вторых, начинает понимать, что действительно трудом можно добиться того, чего ты захочешь. Потом была карьера индивидуального предпринимателя. Наверное, многие дети 80-х, 70-х годов, 90-х годов помнят о том засилье рынка, которое было в странах СНГ. Это огромные территории, где люди разбивали палатки, ставили раскладушки. И там продавали все, что угодно, начиная, не знаю, от носков, заканчивая автомобильными запчастями. Вот, меня та же участь постигла, я тоже торговала на этих рынках. Я тоже торговала на этих рынках, потом вышла замуж. Потом карьера моя стремительно начала свой рост в продажах. Я работала продавцом, работала старшим продавцом. В одной из компаний сотовых ритейлов, может кто-то слышал, Биталинк, я была территориальным директором. В общем, вся жизнь моя, начиная с 13 лет, была посвящена именно торговле и продаже. И как сейчас я понимаю, реально все это очень хорошо, мне пригождается. Действительно, очень большой жизненный опыт. И именно благодаря ему сейчас, возможно, у меня все хорошо получается. Поэтому очень важно, если вы хотите достичь каких-то успехов здесь, вы хотя бы немножко должны учиться общению в продаже. Что это в первую очередь? Это общение, это диалог нескольких людей. Поэтому учитесь этому в первую очередь, это вам действительно поможет. До того, как попасть в компанию Reflame, до того, как я была зарегистрирована, я работала в банке Банк Тинькофф, кредитные системы. Наверняка тоже многие слышали, но слуху сейчас он работает онлайн. Точно так же, как и мы. То есть оттуда немножечко опыт я тоже взяла. Потом вышла в декрет в 2013 году. И хочу сказать вам, ребята, по секрету, в 2013 году меня приглашали в компанию Reflame и приглашали именно в проект «Экспресс-карьера». Я тогда отказалась. Я сказала сакраментальную фразу девушке, которая меня приглашала. Я сказала, что «Reflame, не смешите меня, не смешите мои подковы», сказала я тогда и отправила её в чёрный список. Вы представляете, да? Я через год узнала, кто это был. Это была Наташа Ребаконь. Наташа, прости меня, ради Бога, так получилось. Она сейчас в одной структуре со мной. Это партнёр Юлии Егоровой, моего вышестоящего директора. Вы представляете, да? Какая судьба. 2013 год прошёл мимо меня. Но у меня тогда было очень много денег. Я вышла в декрет достаточно богатой мамочкой обеспеченной, но я же в банк вышла, там была белая зарплата, там была очень высокая зарплата. И я получила хорошую сумму, как я тогда считала, декретных отпускных. Плюс у меня были достаточно хорошие такие декретные, 18 тысяч получала в месяц. Представляете, какая я была богатая. Но этих денег, к сожалению, хватило ненадолго. Хватило их ровно на полгода. Потом у меня открылась одна кредитная карта, вторая кредитная карта, третья кредитная карта, с которой мы начали потихоньку жить. Ну, потому что у нас четверо человек в семье. Я муж, старшему сыну 17 лет, и вот младшая доченька у нас родилась в 14-м году. Вы представляете, деньги закончились очень быстро, просто очень. И когда я поняла, что всё, тупик, дальше мы жить не можем, нужно что-то срочно менять. Или сейчас я что-то поменяю, или завтра я пойду на папертик, церковь, выбираться, потому что нечем ко мне на детей. И здесь сработало, наверное, то, о чём я говорю на всех своих планёрках, говорю всем всегда, пишу в личку тем, кто ко мне обращается. Ребята, сила мысли. Она работает отличнейшая, она притягивает то, что вы пожелаете. Я очень сильно захотела работать. Я понимала, что кроме интернета работать я нигде не смогу, потому что у меня маленький ребёнок, и я не могу её оставлять, ни с кем. Ко мне приехала моя кума, просто попить чай, и зарегистрировала меня в Инстаграм. Говорит, Маша, ну ты же в интернете сидишь, ну будешь сидеть в Инстаграм, что у тебя, будешь там ленту листать, тебе будет неслушно, а вдруг там что-то интересное найдешь для себя. Там есть классные доски объявлений для мамочек, которые хотят сэкономить на покупках своим детям. И я зарегистрировалась вот именно для этой цели. Я листала эти ленты ровно две недели до тех пор, пока мой спонсор Леночка Ливанова, спасибо тебе огромное, не подписалась на меня там. Просто случайность, казалось бы, но нет, я думаю, что это сила мысли. Я зарегистрировалась в компании Арифлейм сразу же, у меня не было никаких мыслей по поводу фу Арифлейм, боже мой Арифлейм, или там не смешительные подковы, или что-то ещё. Нет, я просто открыла сайт Экспресс-карьера, я прочла то предложение, которое было сделано мне, и я поняла, что либо это, либо ничего. Так я попала в компанию Арифлейм. Это было 17 ноября 2014 года. Это был самый счастливый день моей жизни, потому что он всё повернул в обратную сторону на 180 градусов. Я вот сейчас могу с гордостью сказать, вот, ребят, что было, что было в ноябре 2014 года, был откровенно голод, было полное отсутствие финансов каких-либо, были огромные кредиты, огромные, на кредитных картах было отчаяние и безысходность. То есть прошёл год, всего лишь год, и мой доход составлял уже тогда, это было в ноябре прошлого года, 15-го, соответственно, мой доход был от 2000 долларов ежемесячно. Ну, то есть вы можете понять, да, просто нет слов, просто я не буду комментировать это, вы можете понять, как вы можете изменить свою жизнь в нашем проекте в компании Арифлейм. Для того, чтобы подтвердить свои слова, что это не просто картинки фотошопа или что-то ещё, показываю. В июле 2015 года я открыла индивидуальное предпринимательство, у нас всё абсолютно саконно, компания Арифлейм платит наличные деньги только индивидуальным предпринимателям, потому что у нас нет никаких электронных кошельков, нет никаких зарплат в конвертах ни в коем случае, нет никакого чёрного анала, только белая зарплата, только работа по законодательству. Мы отчитываемся в налоговый, вот кусочек из налоговой декларации за прошлый год, который я сдавала. Всё чисто и прозрачно. Наш бизнес абсолютно легален, он подтверждён государством. То есть, если здесь есть люди, которые сомневаются в том, что здесь что-то нечисто, что-то слишком сладкое, что-то слишком большие суммы показывает доходов, и это, наверное, всё радио, вот, ребят, это всё на законодательном уровне. Государство знает о всех моих доходах, о каждой копеечке я отчитываюсь, я плачу налоги, да, они в моём случае большие, но это такое счастье заплатить налог с одного миллиона рублей, даже не представляете, а кто уже получает такие деньги. Те сейчас прекрасно понимают мои чувства. Ну и что я получила, собственно говоря, в компании Reflame? Ну, как вы могли посчитать, да, с ноября 2014 года прошло уже полтора года, как я зарегистрирована в компании. На данный момент я могу чётко сказать, да, я имею собственный бизнес, несмотря на то, что я обычная женщина. Посмотрите на меня, вот у меня сижу на своей собственной кухне. Обычная женщина, больше скажу, я без высшего образования, я не смогла, не успела, возможно, была лень, возможно, не знаю, что случилось в моём подростковом и юношеском возрасте, но я не получила высшее образование, и всю свою жизнь мне приходится доказывать, что я не верблюд. На какой бы работе я ни работала, мне всегда нужно было расти с самого низа, потому что людей без образования, к сожалению, не берут на руководящие должности прямо сразу вот так сходу. Можно доказать, что ты достойна этого, что ты сможешь, что ты сумеешь. Да, везде добивалась именно этого, я всегда стремилась наверх к высотам, там, где солнышко светит, птички поют и ветер обдувают, где ты либо один на вершине, либо в окружении минимального количества, но успешных людей. Вот туда нужно стремиться. Здесь я нашла именно это. Здесь нет потолка. Здесь вы действительно получаете то, чего достойны, то, чего вы сами достигли. Здесь не важно ничего. Не важно, какого вы плова, не важно, сколько вам лет, не важно, из какой вы страны, не важно, какое у вас вероисповедание, не важно ничего. Вообще ничего не важно. Важно только одно, что вы имеете в своей голове, какие у вас мысли, какие у вас цели, готовы ли вы работать с людьми, с командой, готовы ли вы исполнить свои собственные мечты. Вот это самое главное. И если вы действительно готовы, если вы открыты большим деньгам, они к вам придут. Что можно получить компанией Арифлейм? Это собственный бизнес. Что имею я? Я прошу прощения. Видимо, это компания Арифлейм. ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Я прошу прощения, это был мой заказ. Как всегда, не вовремя доставку продукции в прямом эфире у нас еще никогда не было. Но сегодня вот так. Ребят, еще раз возвращаемся к слайду. Свой собственный бизнес. Что это такое? Первое. Я могу оставить наемный труд навсегда. Навсегда. Представляете, я больше никогда не выйду на работу. Зачем мне это нужно, если сейчас мой доход превышает мой оклад плюс премию в банке на руководящей должности в два раза? Зачем? Я не пойду туда. Я сказала себе, что я посижу, пожалуй, три года в деклете. Ну, пусть мне просто лень ехать в офис, писать заявление. Потом я съезжу, напишу и попрощаюсь со всеми. Я имею возможность самостоятельно планировать свой рабочий график. Я сегодня не захотела встать в 8 утра, я встала в 10. Мне завтра нужно будет поехать куда-то по своим делам? Я встану пораньше. Я вчера сидела с друзьями, вечером пили чай, обсуждали бизнес. Кстати, новый партнер у меня появился вчера с теплого рынка после этого. Мы просто обсудили, куда мы поедем летом. Мы открыли календарь, я сказала, ребят, вот, выбирайте, вот календарь, скажите мне дату, когда мы едем, на какое число, мне нужно заказать билет. Всё, вот все планы. То есть я свободна абсолютно, я могу выбрать всё, что мне угодно, всё, что мне удобно. Ну, не хватит денег на какие-то там излишества сейчас? Да будет и это тоже, я уверена, со временем. Но пока я могу действительно располагать собой, своим временем, я могу быть семьёй постоянно. Мне ребёнок взял за руку, сказал, мам, хватит работать, пойдём поиграем. Я ребятам в чат написала, говорю, всё, я пошла, меня дочь позвала. И пошла, на коврике поигралась девочка, или пошла, на улице погуляла. Вот это самое классное, это свобода, ребят. Вот ради этого стоит свернуть горы. Плюс я точно знаю, что мои дети, я расскажу, где рекрутирую чуть позже, давайте начать, не буду отвлекаться. Что очень важно, до проекта, до Арифлейм, эта мысль сидела постоянно в моей голове. Но у меня как бы сын уже 17 лет, он взрослый, и поэтому на протяжении этих 17 лет, у меня постоянно одна и та же мысль в голове, что я оставлю ему, что будет делать он дальше. Сейчас я точно знаю, что я оставлю своим детям. Я знаю точно, что мой бизнес, который я сейчас строю, я отдам им, моим деткам. Я точно знаю, что даже если они не будут делать то же самое, я не знаю, 50 на 50, я уверена, что сын повторит, но пока он не хочет, молодой очень. Дочь, скорее всего, повторит, потому что к тому времени, как она вырастет, я думаю, что бизнес будет просто огромным, и ей деваться будет некуда, просто продолжать работу мамы. Даже если они не захотят заниматься тем же, чем и я, а у них всё равно будет бизнес, он всё равно будет их. То есть доход они в любом случае будут получать. И как же это действительно классно, когда ты просыпаешься утром, и ты готов сказать, я солнце, я свечу всем. Почему? Да потому что на душе поют птицы, а не скребут кошки. Ты знаешь точно, что у тебя есть что покушать. Ты знаешь точно, что ты выполнишь любое мимолетное желание своё, мужа, детей. Ты можешь сделать всё, что угодно, ты свободен. И не только в движениях, но и в финансах. Но куда пойти учиться, мы голову всё равно ломаем, не помешает. Во-первых, для собственного развития. Я думаю, что образование всё равно пригодится. Мне иногда не хватает образования, честно вам скажу, поэтому я всю жизнь учусь. Учусь где только могу. И вот он, самый главный слайд сегодняшнего мероприятия. Почему же я написала про 2 миллиона за полтора года. Всё честно и откровенно. Это выписка из личного кабинета моего бухгалтера, который ведёт мои счета. На текущий момент времени наличными от компании Арифлейм. Вы видите, да, это только компания Арифлейм, Арифлейм, Косметикс, а не кто-то там ещё. Вася Пупкин и прочие. Нет таких у меня контрагентов. Заплатил мне, вот читаю, миллион шестьсот девяносто восемь тысяч девятьсот шестьдесят девять рублей на девять копеек. Это та сумма, которую я уже получила на расчётный счёт. Почему я говорю про 2 миллиона? И всё очень просто. Потому что я зарегистрирована 17 ноября. И 17 мая будет полтора года с момента регистрации. Многие из вас знают, а кто не знает, расскажу. 12 мая у нас начисление заработной платы следующей. То есть я успеваю получить ещё одну зарплату, в которой будет, кроме основного дохода, это порядка ста тысяч рублей, будет ещё и премия за сапфирового директора. То, что я его закрыла, вот, ребята, видели наверняка, да, у меня вконтакте. Такая фотография, мне уже вручили даже значки директорские на экране мероприятия. То есть звание закрыто, премия 4 тысячи долларов ждёт меня 12 мая. Представляете, зарплата 100 тысяч, ещё премия 4 тысячи долларов. Вот вам 2 миллиона, ровно 2 миллиона, там чуть-чуть с хвостиком будет. И наша команда, я вижу здесь в огромном количестве, в отличном составе. Девчонки, мальчишки, кто сейчас присутствует из моей команды, огромное, огромное, огромное вам спасибо. Я люблю вас, я обожаю каждого из вас. Вы супер, ребят, без вас этого бы не было. И мой главный посыл к каждому из присутствующих здесь, на вебинаре, из тех, кто будет смотреть в дальнейшем. Самая главная ценность в нашей работе, в нашей жизни, это не работа, это жизнь, а в нашем проекте, это команда. Это те ключевые партнёры, которые вместе с вами идут рука об руку и достигают огромных результатов. И именно благодаря этому растёт и вы. Мы, ребят, на старте, мы готовы перейти в разряд бриллиантовой команды, директорской команды покорена полностью. Сапфировый директор – это крайнее звание в директорской команде. Поэтому берём новую цель, бриллиантовая команда и гол туда. Вот, рассказала, да, про 2 миллиона, поняли, почему 2 миллиона? Ну, сама себе не верю, но факт. Чуть-чуть покажу вот так, фоточки, не стало много делать фотографий, чего мы купили, очень много чего купили. Мы, конечно же, в первую очередь погасили кредиты. Абсолютно, абсолютно я свободный человек во всех отношениях, потому что я больше ни одному банку, ни копеечки не должна. У меня есть даже расчётный счёт, на котором хранятся мои собственные заработанные средства, что для меня, в принципе, не норма последние времена, такие тяжёлые были. Вот, поэтому с кредитами покончено. Кто спрашивает, куда ушли деньги, большая часть ушла туда. Я решила некоторые текущие вопросы в семье, со здоровьем, с государством. В общем, вот такие все вопросы у нас сейчас решены. И я имею возможность покупать ребёнку себе, семье то, что, в общем-то, мы хотим. Кучу одежды не стала фотографировать. Понятно, что гардеробчики наши поменялись у всех. Это вообще было феерическое шоу, когда мама говорила, «Ребят, кто сегодня у нас на очереди, кого сегодня одеваем?» И мы шли в магазин, просто меняли полностью гардероб. Потому что мы пообносились, честно сказать, за пароль. Действительно так. Вот, поэтому хочу сказать вам точно, что здесь действительно есть деньги. Действительно, стоит оно того, стоит того, чтобы вы разобрались в сути проекта, в том, как зарабатывать деньги. И стоит того, чтобы вы приложили усилия. Это всё, вот сейчас, через полтора года, я так вот с улыбкой говорю, это всё классно и круто, и у меня так, всё получилось, я молодец. Ребят, это огромный труд. Это действительно огромный, колоссальный труд. И если вы готовы прикладывать усилия, если вы готовы работать очень много и очень эффективно, то будет и у вас. Те, кто уже достиг таких ступеней даже выше, у нас есть, конечно же, люди, которые достигли ступени выше, им огромный уважение просто и респект, потому что ребята работают ещё больше, чем я. Те просто знают и те понимают мои ощущения сейчас. Итак, хочу рассказать, как, что ими нужно делать. В первую очередь поставьте, пожалуйста, не знаю, там какие-нибудь единички, люди, которые ещё не зарегистрированы. Есть здесь такие, кто только думает, обдумывает, кандидаты наши, кого пригласили на вебинар, чтобы вы послушали меня. Поставьте, пожалуйста, единички. Есть такие. Ребят, скажите, пожалуйста, есть ли сомнения, недоверие? Сидит такая тётка, что-то там рассказывает, какую-то ерунду говорит, какие-то цифры показывает. Скажу вам честно, у меня было так же. У меня было так же. Я сомневалась. Я смотрела на эти цифры и говорила себе, да, Боже, не может такого быть. Да не может такого быть. Да ерунда какая-то. Что за цифры? Откуда такие суммы? Миллионы там. Да нет, конечно. Пока сама не начала получать. А для того, чтобы начать получать, мне пришлось разобраться в сути проекта. Сейчас расскажу вам. Расскажу буквально в нескольких слайдах, что нужно делать, чтобы получать деньги. Смотрите, суть работы. Принцип работы. Мы работаем с компанией Reflame, о том, что она белая, честная, это всё понятно. 50 лет на рынке, это уже о чём-то говорит. Ни один лихотрон, ни одна пирамида не выдержит столько. Ну, закрыли бы уже давно, правда? Если компания платит налоги государству, это уже о чём-то говорит. Это говорит о том, что компания законна. То есть она не делает ничего ровным счётом, что не соотносится с законом никак. Понимаете, да? Если хоть какие-то проблемы у компании есть, её закроют. Если компания 20 лет в России находится, если строит свои заводы, извините, в компании нет проблем. Поэтому наш партнёр, компания Reflame, действительно уважаемый партнёр в бизнесе. Почему конкретно компания Reflame? Да потому, что здесь действительно огромные возможности. Возьмите, откройте маркетинг-план, когда поймёте его, вы просто осознаете тот масштаб, который вам предлагается. Да, очень сложно поверить в премии в миллион долларов. Но они есть. И есть люди, которые получали. Что нужно будет делать конкретно? Первая задача, которой нужно научиться, это ведение бизнеса. Для того, чтобы обучаться ведению бизнеса в интернете, в оффлайн, неважно, не будем делиться сейчас. У нас просто есть компания Reflame, в которой мы работаем. И методы работы, приглашения, онлайн, оффлайн, нет разницы. Они всё равно приводят к одному и тому же результату деньги. Тот результат, который нужен каждому из нас. Поэтому самое первое, самое важное – обучаться. Обучаться не только тому, что вам кладут в ротик, а обучаться тому, что есть в интернете в принципе. Сейчас будет слайд по обучению более подробный, что конкретно предлагает проект Экспресс-карьера для вас, для обучения. Второе – нужно размещать просто рекламу в своему интернет-магазину, который вам открывается после регистрации в компании. Просто по шагам. Я пришла, я зарегистрировалась у своего спонсора. Те, кто сейчас ещё кандидат, и вы со своим спонсором не теряете связь с теми людьми, которые вас пригласили. После вебинара говорите, я готов регистрироваться, заполняете анкету, вас регистрируют, вам предоставляют собственный номер консультанта, свой собственный личный кабинет на сайте «Арифлейм», в котором есть доступ абсолютно к каждому разделу. Вы там сможете, во-первых, видеть каталог, заказывать свои собственные заказы уже со скидками 20% и выше в дальнейшем, в зависимости от вашей успешности работы. Далее, там же есть отчёты о бизнесе, там же есть абсолютно вся информация о текущих акциях, предложениях, обо всех новостях компании, то есть абсолютно всё. Это не просто сайт для клиента, это действительно личный кабинет вашего бизнеса, это ваш онлайн-офис, в котором есть абсолютно всё. Ваша задача, размещая рекламу вашему конкретному интернет-магазину, в социальных сетях или передавая её лично из уст уста, да, вот как я говорила, у меня друзья пришли попить чаю, мы посидели, хорошо, я рассказала о сути бизнеса, они его поняли и они пришли ко мне в команду. Следующий важный момент, пользоваться продуктами своего интернет-магазина, отвечая на вопрос, обязательно ли покупать продукцию. Ребят, элементарный пример, элементарный. Когда мне было 16 лет, моя мама открыла индивидуальное предпринимательство и мы с ней продавали, ну то есть перепродавали, да, спекулировали, можно сказать, мы с ней перепродавали товары народного потребления, мы покупали в одном месте, продавали в другом месте, покупали со скидками, понятно, продавали с наценкой, понятно. Сейчас, что меняется, я открыла свой собственный интернет-магазин в компании Арифлейм, я покупаю со скидкой, логично мне пользоваться этими же продуктами, логично пользоваться тем же, что я покупаю со скидками. Далее, очень важно, вот очень часто я сталкиваюсь с таким вопросом своих кандидатов. Ребят, а куда вы деваете продукцию, которую покупаете? Элементарно, Ватсон, спасибо, кто написал, Оксана, элементарно, Ватсон, мы ее потребляем. Это не только косметика. Возможно, я открою глаза сейчас тем, кто присутствует здесь на вебинаре, возможно, тем, кто послушает в дальнейшем. Компания Арифлейм это далеко не косметика. Посмотрите на меня, я не пользуюсь косметикой, я не крашусь. Понимаете? Компания Арифлейм это в первую очередь средства гигиены, это средства по уходу за собой любимой. Это абсолютно все по гигиене, начиная от мытья рук, мылом, обычным кусковым и заканчивая до пилинга пяточек. Вот абсолютно все по уходу за собой есть в компании Арифлейм и даже больше. Есть огромная линейка Wellness. Это здоровое питание, которое никогда не уйдет из моей кухни. Теперь, почему? Потому что я вылечила нашими супчиками гастрит. Вы можете поверить? Я кушаю супчики на Арифлейм ровно год. Я вылечила гастрит, но у меня его нет. Хотя бы куда делся? Да не знаю, может случайно совпадение с течением обстоятельств, но сейчас его нет. Вот и все. Поэтому линейка Wellness это действительно ваше здоровье и это хорошее вложение денег. Дальше. Это бытовые приборы. Хочу сказать вам страшную тайну. Компания Арифлейм предлагает бытовые приборы для участников премьер-клуба в огромном количестве. Очень много всего. Начиная от обычных картофелечисток и заканчивая маринатором. Такой экзотический бытовой прибор, пылесос, который самостоятельно убирает квартиру. Огромное количество товаров. Это украшения, это бижутерия, это галантерия. Каждый из вас имеет зонт. Однажды он выйдет из строя. Вам нужно будет его купить. Купите в Арифлейм. В любом случае вся продукция компании Арифлейм это товары широкого потребления. Это то, что покупает каждая семья. Не покупайте нигде, покупайте у себя в интернет-магазине. Вот оно, ваше личное потребление. Это же так просто. Это действительно просто. Вот колоссальная просто линейка продукции. Никаких рецептов лечения. Просто кушаю супчик, пью коктейль, кушаю батончики Wellness, когда мне хочется чего-нибудь вкусненького и сладенького вместе с кофе. Вот мой рецепт. Но еще по утрам я пью Wellness Pack обязательно. Кроме того, могу сказать, что мой ребеночек тоже кушает витамины, оба ребеночка. Старший кушает Wellness Pack. Мужской, младшая доченька у меня с годика пьет омегу жидкую. В кашках, правда, так не пьет, не хочет. Ей не нравится запах. И мы кушаем мультивитаминки начиная с полутора лет. Вот поэтому все элементарно. Действительно, личный товарооборот это ваши обычные покупки. Да, конечно же, каждый лидер он понимает, что от личного товарооборота каждого участника собственно складывается товарооборот команды. Собственно, то, с чего мы получаем здесь денежки. Поэтому мы стремимся как можно больше сменить магазинов. Я сменила магазин не только средств гигиены, ароматов, бижутерии, галантерии, здорового питания. Витамины больше не покупаю в аптеке. Лекарства мне больше не нужны, потому что я покупаю витамины в своем интернет-магазине. Покупаю бытовую технику. Отличные сумки, шарфы, очки шикарнейшие. Да, в общем, подобрать можно на любой вкус кошелек и цвет. Какие врачи не рекомендуют? Расскажите, пожалуйста, я ходила с нашими витаминами и омегой, жидкой. Для детей к педиатру. Первый педиатр был в поликлинике района и второй педиатр был в платном медицинском центре. Я сходила вместе с коробочками, показала состав. Одобрили оба. Оба педиатра сказали, мамочка, да, обязательно. Пейте, вы молодцы, потому что это очень важно вашему ребенку, учитывая, что мы живем в городе Москва, а Москва не самый здоровый город. Действительно так. И здесь питание, какое бы дорогое вы ни покупали, это все равно будет нездоровое питание, потому что оно не на 100% естественное. В любом случае, какие бы вы фрукты, овощи вы ни покупали, вы все равно не купите их с огорода. Поэтому я не верю тому, что врачи какие-то не рекомендуют витамин нашим. По поводу личного потребления. Смотрите, ребят, опять же, в обычном магазине, допустим, я покупаю все то же самое, что и сейчас в Арифлейм. Я хожу там, предположим, хожу в какой-то магазин, покупаю ту же косметику, те же средства гигиены, которые там берут, те же витамины в аптеку хожу покупать. Какую скидку мне там сделают? По огромным праздникам 10%. Или если я диспунктную карту какую-то имею, то может быть мне сделают больше чуть-чуть скидку. Ну и все на этом. На кассе скажут спасибо. Посмотрите, какие скидки делает компания Арифлейм. Вот специально слайдик такой сделала. Вот такие скидки делает компания Арифлейм. Тем, кто участвует в нашей программе Premier Club. Где, в каком магазине вам сделают такую скидку? Скажите, пожалуйста. Ребята, сейчас вебинар не вы у нас, поэтому прошу дебаты в чате прекратить. Я уверена, что сколько людей, столько и мнений. Я могу сказать вам по собственному, кто линейка Wellness, это действительно шикарный продукт. Поэтому по поводу личного потребления однозначно, да, покупать нужно, покупать выгодно, покупать стоит. Выбрать есть из чего. С товарооборота каждого участника будет складываться товарооборот вашей группы, от которой вы получаете собственно деньги. Далее, откуда мы будем собирать наших партнеров. Где же брать нашу группу, нашу команду, тех людей, которые также вместе с нами будут делать товарооборот. Это сеть лояльных покупателей и партнеров. Опять же, элементарно, все просто. Вы имеете информацию, вы знаете о том, что в компании Reflame можно заработать отличные деньги. Заработать их можно, приобретая продукцию компании Reflame и приглашая людей, для чего? Для того, чтобы они повторили ваши действия, покупали продукцию компании Reflame и приглашали других людей в свою очередь, в свою команду. Именно вот так цепочкой создается сеть лояльных покупателей и партнеров. Из уст в уста. Это и есть принцип сетевого маркетинга. Никаких пирамид. Я пошла в классный магазин. Мне там сделали отличные скидки. Мне там заплатили деньги за то, что я у них покупаю. Я, конечно же, побежала по всем друзьям, подружкам виртуальным и реальным и рассказала им о такой возможности. Часть из них сказали «Хм, Reflame не мое». Часть из них сказали «Ну, Reflame классно, я там покупала и я, наверное, хочу, потому что мне нравится продукция и буду просто покупать со скидкой». А часть из них скажет «Вау, вот это суперидея, я хочу вместе с тобой зарабатывать деньги». Поэтому у вас в любом случае будут партнеры, если вы не будете молчать, если вы будете говорить об этом, если вы будете предлагать данную информацию всем знакомым и незнакомым людям, как незнакомым говорить, я вам сейчас расскажу, я тоже говорю много незнакомым людям, как и где мы ищем партнеров. Ну, во-первых, каждый из нас, да, у нас здесь 494 человека, только в гостях несколько модераторов и я, нас кто-то сюда пригласил, нас как-то сюда пригласили, вспомните, как вас пригласил спонсор, вот ваш вариант, повторите его, меня пригласили в Инстаграм, я в Инстаграм отгрохала команду в 5200 человек на момент закрытия пятого каталога, представляете, за полтора года 5200 человек, команда, которая собралась, начинаясь из Инстаграм, это первая соцсеть, в которой я работала. Почему? Да все элементарно просто, потому что меня там спонсор пригласил, я тоже попробовала, да классно, мне нравится, я тоже буду там приглашать и приглашала. Вас как пригласили? Вас пригласили, не знаю, там в Одноклассниках, начните вы с Одноклассников, повторите действия спонсора, если вы согласились, если вам донесли эту информацию, сделайте точно так же и все. Обучение по Инстаграм будет сегодня в 18.00, обязательно приходите, будет наша же звездочка Рукията Лебекова, которая с удовольствием расскажет, как она рекрутирует из Высокогорного села с мобильного телефона в Инстаграм с нескольких аккаунтов. Поэтому об этом не сейчас. По поводу рекрутирования вам расскажут чуть позже, сегодня же. Как мы приглашаем? Приглашаем людей в интернете. Огромное количество методов. У нас проходят обучающие вебинары каждый вечер в 18.00. Ссылка у спонсора. Не ленитесь, обязательно смотрите их и самое главное, обязательно повторяйте за спикерами, делайте то же самое, что делают они и тогда будет результат. Если пересмотреть 500 вебинаров и ничего не сделать, к вам не придет ни один человек. Если вы посмотрите хотя бы один-два вебинара и сделаете ровно то же самое, что делают спикеры, чему вас ищут, у вас все получится, просто не молчите об этих возможностях, говорите о них на каждом углу. Я вам больше скажу, я приглашаю сейчас не только в интернете, я приглашаю всех абсолютно, своих друзей, родных, знакомых. И могу вам сказать, что этот метод работает очень эффективно. Это гораздо лучше даже, чем работа в интернете. Потому что в интернете первое, вам нужно человеку доказать, что вы не верблюд, что вы предлагаете ему действительно дело. Второе, вам нужно с ним подружиться, познакомиться, потому что вы с ним никогда раньше не были знакомы. И третье, вам нужно научить его дистанционно. Очень классно работает метод «Теплый рынок». Все сейчас о нем слышат, все знают, но мало кто пошел туда приглашать людей. Но там действительно бесконечное количество людей. Пригласите всех своих родных, знакомых. Составьте вы эти списки. Действительно классный метод. У нас есть директора, которые растут за каталог. Вы можете представить, директор за каталог 30 тысяч рублей доход на расчетный счет в месяц, работая 3 недели в проекте. Вот это наш нынешний рекорд, который уже есть, который уже подтвержден. Как вас будет обучать? Так, девочки, пожалуйста, в чате прекратите дебаты. Никто не ноет у всех в своей ситуации. Но действительно, правда, пока вы не возьмете на себя ответственность, у вас ничего не получится. Поэтому меняем мысли позитивные, себе в голову вкладываем, и все получится у каждого. Что вы имеете, когда вы начали обучаться в нашем проекте? Во-первых, это постоянное обучение. Постоянное. Если вы будете саморазвиваться, если вы будете работать над собой, над своими мыслями, над тем, что вы думаете, какой посыл вы несете, что вы притягиваете, что вы хотите в конечном итоге, то и будет получаться. Если вы хотите научиться приглашать людей, вы найдете эту информацию. У нас огромное количество тренингов, вебинаров в виде онлайн, в формате видео. Вы можете получать информацию от самых успешных лидеров. Это действительно важно. когда вы получаете информацию не просто теоретическую какую-то, иди и делай, а от людей, практиков, которые это сами делают. Действительно, наши спикеры, которые проводят тренинги по рекрутированию, вебинары по рекрутированию, они сами делают это. Понимаете? Поэтому все элементарно просто. Приходите, пошаговое обучение, система обучения у нас есть. У каждого директора в структуре есть школа-новичка, которая вам по шагам позволит, начиная от активации личного кабинета, заканчивая верификацией, пройти абсолютно все, что нужно. Есть пошаговая система обучения рекрутированию практически у каждого директора в команде, которая позволяет вам научиться, начиная от создания страницы в какой-то соцсети, заканчивая спонсированием человека. Абсолютно все это есть, это все дается, это все дается, самое главное, бесплатно. Если вы погуглите и посмотрите, сколько стоит подобное обучение в сети, вы просто обалдеете, потому что действительно это бешеные деньги. У нас абсолютно все предоставляется даром. Почему? Не потому, что мы такие добрые и щедрые, и готовы раздавать это всем, а потому, что это наш бизнес, это часть нашей работы. Вы будете делать ровно то же самое. Коллеги, я заблокирую чат, если вы не прекратите там спорить. Сделаем вот так, чтобы было спокойнее. Давайте немножечко позитива внесем в нашу с вами жизнь. Все, что вы думаете, все, о чем вы мечтаете, обязательно исполняется. Все, что вы притягиваете в свою жизнь, вы притягиваете это сами. Поэтому, девочки и мальчики, дорогие коллеги, уважаемые партнеры, пожалуйста, будьте на позитиве. Я прошу прощения, сегодня не день, а просто нечто. Итак, суть проекта, элементарно-поста, 10 шагов. Первое, что вы делаете, регистрируйтесь в компании. Второе, что вы делаете, активируйтесь в проекте. Что это значит? Это значит, что вы делаете активационный заказ. Просто, элементарно, активационный заказ. Я прошу прощения. Сегодня не день, а просто радость. Итак, мой ребенок погулял. Итак, следующий момент. После активационного заказа... Сейчас она придет. Иди помогать. Иди скажи всем привет. После активационного заказа вы получаете бесплатно сайт. Матюка, снимай! Все, помаши всем. Снимай! Что вы сломали? Снимай, мама! Вот так Маша работает. Все, все. Все, снимаем. Ребята, я отключаю видео. Снимай! Я снимаю. Получайте бесплатно сайт от вашей команды. Каждый директор предоставляет. Я снимаю. Я снимаю. Юлька спалилась на весь мир. Она кушает систью. Да, у нее мама. В общем, быстренько продолжаем, потому что у нас катастрофа. Получайте сайт бесплатно от команды. Сайты разные сейчас у разных партнеров. Далее. Все элементарно просто. Проходите школу по шагам. Конкретно у нас есть школа новичка и есть тренинг по рекрутированию. Проходите по шагам. Выбирайте свой метод рекрутирования. Я устал. Находите новых партнеров, которых регистрируете. Устал телефон. Которых регистрируете в свою команду точно так же, как регистрирует вас. Строите свою структуру. Каждый человек, которого вы пригласили и который готов строить бизнес, они повторяют ваши действия. Все просто, ребят. Все просто. Вы просто повторяете действия вашего спонсора. Ничего нового выдумывать не надо. Велосипед придумали до вас. Вы растете по лестнице успеха только потому, что у вас растет команда. И каждый активный участник просто делает заказы, просто покупает в своем собственном интернет-магазине то, что и так покупает. Понимаете? Вот. Вот когда я это поняла, тогда в далеком 2014 году я поняла, что моя жизнь изменится обязательно. И она изменилась. Именно из-за этого я не стала выдумывать велосипед. Я просто вот такую табличку увидела и поняла, что нужно делать. Нужно просто не молчать. Надо говорить о возможностях компании. Я могу сказать вам точно, что когда я делала эту таблицу, я была на 18%. Я была менеджером 18%. И когда я вписывала «Старший золотой директор», я думала, «Боже, когда-то я этого достигну. Сейчас я уже где-то там выше 13 званий. А выше еще 13 званий. Я уже там». И я верю точно, что каждый из вас, каждый из нашей огромной команды «Экспресс-карьера» сможет быть на самой вершине. Да, собственно, нет. Наверное, нет. Каждый не будет на вершине. Это я вам точно говорю. Каждый будет там, где захочет. Какую цель себе поставит. Ну и вот так еще хочу показать, да, еще немножко бухгалтерская справка о моей зарплате предыдущей. Зарплата ранее, которую я получила в марте месяце. Когда я ее отправила в чат, я думала, что меня закидают камнями, ну, потому что не поверят, скажет фотошоп. Если кто-то сейчас подумал, что это тоже фотошоп, ну, это ваше право. Я не буду доказывать ничего. Это бухгалтерская справка, которая приходит мне каждые три недели на почту от компании Reflame. Действительно, три недели. Кто не в курсе, рассказывает. Зарплату у нас платят не раз в месяц, как на обычной работе, а раз в три недели. Поэтому в марте месяце у меня было две зарплаты. Общая сумма, которая 563 тысячи рублей. Полмиллиона. Просто так, мамочки, в декрете. Поэтому, если вы хотите так же, не нужно много думать, нужно просто брать и делать. Еще раз, скрин из кабинета. Ну, я уж решила везде скрины сделать, чтобы, да, ну, вот, как бы, меньше было разговоров по поводу фотошопов. Не люблю я их. эти разговоры. Потому что, когда, одно дело, когда человек понимает свои возможности и к ним идет, это одно. Но когда человек уже получает, вот, готов вам показать, что, ребят, ну, работает же, ну, вот, платят же. Я готова, не знаю, у меня видео есть на странице ВКонтакте, как я в личном кабинете открываю вот эту сумму и показываю вам. Смотрите, это все действительно правда. Миллион семьсот в личном кабинете. Ну, вот так, на всякий случай. Еще раз, откуда эти деньги пришли? ИП обязательно открывать. Да, компания у нас полностью белая. Вот и по законодательству той стороны, в которой находится, поэтому индивидуальное предпринимательство обязательно нужно открывать. Иначе вам денежки будут накапливать на счет консультации. не будут на расчетный счет. Вот, небольшой прям скринчик такой, все не стало делать, просто последние выплаты. Последние, кайни. Кайни выплаты. Компания Reflame за что платит? За создание и работу с сетью покупателей по договору возмездного оказания услуг. Все, не за продажи, не за там что-то еще, за какие-то фантастические действия, а просто за создание и работу с сетью покупателей. То есть, то, о чем мы с вами говорим постоянно. Наши три кита. покупай сам, пользуйся, понимай, какие классные у нас продукты, говори об этом людям, о том, что можно покупать, пользоваться, приглашать других и иметь при этом огромные деньги. И теперь, давайте отвечу, с какого момента можно открывать ЭП. Как решишь? В принципе, учитывая наш быстрый рост в интернете, имеет смысл открывать индивидуальное предпринимательство на 22%, почему? В России, я имею в виду. Потому что до этого момента вы строите структуру, когда вы на 22% вышли точно, и вы понимаете, что у вас есть отрыв от команды, и что вы точно будете получать этот доход, вы открываете индивидуальное предпринимательство, в этот момент у вас уже скопилось. И вы ее получаете на расчетный счет. В Украине почему раньше рекомендуется открывать индивидуальное предпринимательство, потому что там деньги, которые у вас на счету консультанта хранятся, их нужно выбрать в виде скидок. Поэтому там имеет смысл чуть раньше открывать ЭП и получать ваши наличные деньги на расчетный счет. Можно не открывать, но тогда ваша объемная скидка, которую вы будете зарабатывать, будет накапливаться на счету консультанта, и какой в этом смысл. Вот зачем мне миллион семьсот на счету консультанта, скажите, пожалуйста. Уже перекидывают? Отлично, спасибо большое за информацию. ИП, индивидуальное предпринимательство, бояться нельзя, ни в коем случае не нужно этого бояться. Ничего сложного в этом нет. Ребят, это все, что нужно было сделать для открытия индивидуального предпринимательства. Взять свой паспорт, пойти в налоговую службу, сказать, я хочу открыть ИП. Там заполнили заявление. После этого, через недельку, мне пришло СМС о том, что предпринимательство открытое, я могу прийти забрать документы. Я пришла, забрала документы, теперь моя задача платить налоги. Платить налоги очень элементарно просто. Сейчас все делается через онлайн. Я никуда не хожу, не езжу. Я отчитываюсь через интернет. Поэтому, да ничего страшного в этом нет. Если кто-то боится налогов, ну, понятное дело, что если вы будете получать большие суммы, вы будете платить большие налоги, но 6% от суммы доходов, не больше. 6%, ребят. Когда я платила налоги на своей работе, и там у меня зарплата была порядка 100 тысяч рублей, представьте, я плачу налог 13%. Это бешеная сумма. Я плакала, когда смотрела эти листки, куда я отдаю эти деньги. 13%. Никаких личных бухгалтеров не нужно. Мой личный бухгалтер, которого я показывала, это система Контур Эльба. Это электронный сервис. Электронный сервис, в который я сама загружаю документы, которые мне помогают предоставлять отчеты. Вот и все. Ничего не нужно. Никаких сложностей нет. Понимаете? Все элементарно, просто. Главное, захотите разобраться. И теперь мой самый главный вопрос, мой любимый вопрос. Напишите, пожалуйста, в чате каждый, о чем вы мечтаете? Какая ваша цель? Самая главная цель в жизни? Нет, красиво жить это не цель. Это нечто невообразимое. Квартира, финансовая свобода, достаток, ресторан открыть, отлично, ипотеку выплатить. Вот они. Открыть кредиты, дом, квартиру купить. Пассивный доход, это круто, но нужно более четкие цели. Будущее детей. В чем вы видите будущее детей? Хорошее будущее ребенка. В чем оно выражается? Ребят, ставьте цели конкретные. Конкретные. Обеспечить ребенка. Обеспечить ребенка можно купить китайские вещи и, не знаю, там, молоко на распродаже с истекающим сроком годности, а можно обучать за границей. Разное, может быть, будущее. Ставьте конкретные цели. Массажное кресло. Будет это очень скоро. Семья доставок. Уверенность завтрашенные дни. Закрыть кредиты. Ребят, посмотрите, насколько у вас цели, у вас есть мечты. Вы можете мечтать. Япония. Я тоже хочу в Японии. Дом хочу, дом хочу, да, я тоже хочу дом. Это классно. Ребят, а теперь самое главное. Мечты имеют свойство сбываться. Это правда. И я могу сказать точно, что компания Reflame говорит правду. О том, что именно с ней сбываются мечты. Президентом, смотря чего. Действительно, мечты сбываются. И действительно, ваши мечты могут осуществиться здесь, в компании Reflame. Есть президент, да, можно. Можно стать президентом здесь. И здесь может быть несколько президентов, в чем главная особенность нашей компании. Ребята, самое главное, имейте цель, ставьте цель. Идите к ней. Не знаю, грозите зубами. Бетон науки, учитесь рекрутировать. Самое главное, учитесь всему, что только дает проект. Не ленитесь. Достигайте того, что вы запланировали. И все у вас получится. Это факт. Это проверено уже на многих, многих, многих человеческих жизнях. вот эти люди, которые в прошлом году, в 2015 году, были на банкете директоров, кто был в той элитной команде директоров, которых вы видите на слайде, они уже изменили свою жизнь. Я уверена, что фотографии с банкета директоров и мега-форума 2016 года, этого года, я не представляю, будет ли она вмещаться на такой слайд, насколько мы там будем все маленькие, потому что там огромная команда, огромная директорская команда у нас сейчас в экспресс-карьере. И каждый из этих, да, с вертолета точно, представьте, что каждый, каждый, каждый из этих людей, они уже изменили свою жизнь. Они просто поставили свои цели, они просто поверили в то, что их мечта может осуществиться. И они просто делали что-то для того, чтобы эта мечта осуществилась. Какая у меня цель? У меня очень много целей, опять же, ВКонтакте, можете посмотреть, я там прям карту желаний выложила, можете полюбопытствовать. Но я уверена, что это только первые цели, у меня их еще много. В голове еще больше. Поэтому, ребят, действительно все элементарно просто. И я каждому из вас желаю достичь своих целей. Я хочу, чтобы каждая цель, прописанная здесь в чате, она сбылась. Что делать для этого? Вы знаете. Нужно просто не молчать. Говорите о возможностях в компаниях. И все у вас получится. Если какие-то вопросы остались, не молчать. Спасибо.